Линн стартап Раша 2015 Я не буду сейчас еще раз в 25 раз пересказывать, что такое методология Линн. Я сразу начну с того, что обычно делается не так, когда люди пытаются реализовывать Линн методологию. Этих основных ошибок с моей точки зрения шесть. Итак, ошибка номер один. Кидать говно об стенку в надежде на то, что что-нибудь прилипнет. Это проблема номер один, с которой встречается большинство людей, которые начинают реализовывать Линн. Они считают, что чем больше любых идей, вариантов гипотез они изгенерят, тем на самом деле больше вероятность успеха. Хрен. Дело вовсе не в этом. В чем основная задача и в чем основная проблема подбора тех самых гипотез для проверки? Первое. Любая гипотеза должна быть основана на понимании, вернее, скажем так, на предположении, кому и зачем нужно то, что вы, собственно, предлагаете в этой гипотезе. Ну, приведу тупой пример. Вы начали продавать в интернете некий продукт, сделали лендинг, начали гнать на него рекламу, не продается. Что обычно начинают делать дальше? Окей, давайте попробуем поставить в магазин вопрос. А, собственно, опираясь на что, вы делаете предположение, что в магазине вдруг почему-то это начнет продаваться. То есть, скорее всего, основная ошибка стоит в том, что этот продукт просто нахрен никому не нужен. Либо в той формулировке, в которой вы его презентуете, он никому не нужен. То есть, задача стоит не в том, чтобы сейчас побежать ставить этот продукт в этот магазин, или во второй магазин, или в третий магазин. Проблема и задача стоит в том, чтобы сгенерить новую гипотезу, которая, опираясь на ваше понимание, что в этом виде ваша целевая аудитория его не покупает, попытаться придумать следующую гипотезу, которая позволит проверить, а будут ли покупать этот продукт в таком варианте. То есть, собственно, первый подпункт ошибки в беспорядочном метании говна об стенку – это отсутствие разумного обоснования, почему вы хотите попробовать другую гипотезу. Соответственно, второй подпункт – это метание от концепции к концепции. То есть, когда вы попробовали одно, ну, например, опять же, вы попытались продавать ваш продукт кастомерам, ну, в смысле, конечным пользователям, они его не покупают, вы переключаетесь, начинаете продавать его компаниям. То есть, с B2C на B2B сегмент. Ну, и так далее, и так далее. То есть, вы на самом деле не остаетесь в рамках какой-то одной концепции, последовательно перебирая разные варианты, при которых это может продаваться, вы просто судорожно мечетесь из стороны в сторону. То есть, первая штука – это беспорядочная генерация и проверка недогипотез. Ошибка номер два. Отсутствие одной четкой гипотезы на одной итерации проекта. То есть, грубо говоря, одна из сильных сторон технологий ЛИН заключается в том, что на каждой итерации проверяется только одна основная гипотеза, почему ваш продукт купят. Очень часто на этом этапе я встречаю людей, которые начинают говорить, что ну, так не получится. В нашем продукте есть 28 полезных свойств, и нами будут пользоваться именно потому, что вот все эти 28 свойств будут реализованы. На самом деле, такого почти не бывает. То есть, такой подход свидетельствует обычно об одной из двух вещей. Первое. Либо вы просто не умеете видеть и выделить главное в том, что вы делаете. То есть, на самом деле, не можете сформулировать нормальную, понятную, убедительную гипотезу, кому и зачем нужно то, что вы делаете. Либо, на самом деле, вы делаете полную хрень, которая никому не нужна. Это вторая ошибка. Отсутствие одной гипотезы на одной итерации. Ошибка номер три. Неправильное понимание минимальности. То есть, вот есть там понятие «минимальный работоспособный продукт». Вот что значит «минимальный»? Здесь есть две стороны. Сторона номер один. «Минимальный» – это означает то, что вы можете себе позволить. Грубо говоря, это означает, что даже большие компании могут и, на самом деле, запускают продукты по технологии Lean. Например, в объемах Гугля запуск Google Glass, Google Glasses, Google Очков. Это, на самом деле, был вполне себе минимальный работоспособный продукт, на котором они попробовали проверить, вообще нужен ли кому-то этот продукт. С точки зрения Гугля, те ресурсы, те деньги и то время, которое они потратили на это, было достаточно минимальным. То есть, грубо говоря, первое – минимальность нужно сверху оценивать просто по тому, что вы можете себе позволить. Снизу, на самом деле, минимальность означает, что вы сами, команда фаундеров, должна быть в состоянии самостоятельно сделать, реализовать тот самый минимально работоспособный продукт. Если вы не можете, если у вас не хватает ресурсов, если вы приходите и ищете инвестиции на то, чтобы нанять каких-то людей, программистов или продажников, чтобы сделать минимально работоспособный продукт, это обычно означает одно из двух вещей. Первое – либо у вас попросту неполноценная команда, то есть у вас в команде нет всех необходимых компетенций, необходимых, собственно, для запуска продукта, проекта. Это сразу ставит крест на всех ваших амбициях, как стартаперов. Люди с идеями, с голыми идеями, нахрен никому не нужны. Всех интересует команда и реализация. Если вы сами этого не можете сделать, значит, извините, вы очередной болтун. Вы очередной болтун, который просто приходит и рассказывает об идее, которая у него родилась. Либо это может являться следствием второй вещи, что вы просто не умеете выделить ту самую одну основную гипотезу, которую вы действительно в состоянии реализовать своими силами. Это ставит на вас крест, как на фаундерах проекта. Ошибка номер три. Понятно, да? Ой, это была какая? Третья? Четвертая? Раз, два, три. Окей. Четвертая. Четвертая ошибка заключается в том, что многие так до конца и не понимают, что является критерием того, что гипотеза проверена. Ну, то есть, вот вы делаете итерацию, у вас была гипотеза. Окей, что является доказательством того, что гипотеза получила подтверждение? Некоторые люди говорят, у нас пришли первые деньги, это означает, что наша гипотеза работает. Или у нас получились первые пользователи, это означает, что наша гипотеза работает. Нет, конечно, есть еще самый клинический случай. Мы полностью в рамках ЛИН-методологии провели опрос на улицах и спросили, будете ли вы пользоваться нашим продуктом. И нам там 68% ответили, что да. Вот мы проверили нашу гипотезу и, значит, дайте нам денег. Так вот, первое, проверкой гипотезы не может являться опрос. Люди врут. Честно, откровенно, вам в глаза. Ну, примеров есть огромное количество. Есть один из классических примеров, когда компания Sony запускала проект Walkman. Ну, помните этот проигрыватель переносной? Они собрали группу студентов и сделали опрос, а какого бы цвета Walkman вы бы купили? Все там называли серо-бромалиновый, ярко-фиолетовый, синий-желтый и так далее. Но на выходе из этой комнаты Sony поставили корзину с Walkman разных цветов, а потом просто замерили Walkman, каких цветов оттуда брали. 90% людей взяли черный Walkman. Все. Вот первое, люди врут. Почему не деньги, не просто деньги и не просто пользователи могут являться критерием проверки гипотезы? Критерием проверки гипотезы могут являться деньги, полученные и подтверждающие изначальную гипотезу о том, сколько будет стоить привлечение покупателя и сколько вы на нем заработаете. Потому что никто вам не мешает прийти к вашему знакомому другу, приятелю, знакомой компании и попросить по дружбе купить ваш продукт. Так вот, эти деньги ни в коем случае не будут являться доказательством или проверкой гипотезы. Проверкой гипотезы является получение клиента на диком рынке тем способом, который вы потом будете использовать для привлечения следующих клиентов. И вы покажете, что да, на этом диком рынке тем способом, который вы планировали, вы смогли действительно получить клиента за такое количество денег и заработать на нем такое количество денег. Ошибка номер пять. Итерации – это одно из самых сильных свойств лин-методологии. Ошибка при использовании итерации заключается в том, что происходит итерация по лендингам вместо итерации по продуктам. На самом деле классическая ситуация. Вам пришла в голову идея, вы решили ее путем лин-методологии проверить, и после этого вы начинаете клепать лендинги с красной кнопкой, с желтой кнопкой. Кнопку перенесли наверх, кнопку перенесли вправо. Переформулировали этот текст, сделали этот шрифт жирнее. Вы анонируете на эти лендинги без понимания того, что вы на самом деле теряете. Обычная ситуация на самом деле выглядит так. У вас есть отправная точка. Это обычно либо большая идея, либо нечто, что у вас есть в руках. Привожу пример. Например, вариант первый – у вас есть некая большая идея. Давайте я возьму какой-нибудь идиотский вариант большой идеи. Например, многие люди едят дома, но большинство из них не любят потом мыть посуду. Чего мы делаем дальше? Дальше как раз самое сильное и самое важное – придумать N продуктов, которые могут решать эту проблему. Например, юбер для грязной посуды. Каждый вечер вы собираете грязную посуду в мешок, выставляете за дверь. Ночью к вам приезжают юберы, отвозят, моют эту посуду. Утром вы открываете дверь, у вас мешок с чистой посудой. Окей, это вариант продукта номер один. Вариант продукта номер два – давайте делать съедобные тарелки. Вот вы съели там свой ужин, заели его тарелкой и, собственно, мыть ничего не надо. И так далее. Или там давайте сделаем, наконец, качественную одноразовую посуду. То есть не пластмассовые вилки и ножики, которые ломаются, а ваш антрикот. А что-то такое нормальное, что действительно стоит дешево, но которым действительно можно пользоваться и выкинуть после использования. Так вот, сила стоит в том, чтобы придумать эти варианты продуктов, проверить каждый из них теми самыми лендингами и после этого принять решение, какой продукт делать. И это самое основное, потому что в этом лежит 90% денег. В лендинг-канонизме лежит 10% возможных денег. Вариант номер два – у вас есть нечто на руках, некое умение, и вы хотите его начать продавать. Пример. У вас на руках, ну, например, умер ваш дядя, оставил вам в наследство фабрику по производству соевого протеина. Что вы будете продавать? Классический вариант. Давайте я буду продавать сейчас спортивное питание фитоняшкам, буду объяснять, что наш протеин самый протеинистый протеин в мире. Сейчас склепаю там кучу лендингов, один будет с красной кнопкой, посередине другой с желтой, на одной будет женщина фитоняшка, на другой будет мужик фитонянь или как фитоняш. Вот. И мы будем сейчас замерять аккуратно, где будет лучше конверсия. Хрен. Пример. Хотите, как люди смогли сделать продукт, чтобы продавать соевый протеин? Хотите. Гербалайф. Хотите похудеть? Спросите меня, как? Что на самом деле было в своей изначальной реинкарнации Гербалайф? Они приносили людям протеин и говорили, вот если теперь вместо обычной еды вы будете пить наши коктейли, вы похудеете. Естественно. Если вместо куска мяса вы будете хлебать протеин целыми днями, вы похудеете. То есть, грубо говоря, продуктом явилось средство для похудания, исходящее из того, что у вас свалилось наследство в виде фабрики соевого протеина. Вот где сила, вот где 90% денег. То есть, грубо говоря, ошибка номер пять – это итерирование по лендингам вместо итерирования по продуктам, где лежат основные деньги, где лежат основные перспективы, где лежит основная сила. Ошибка номер шесть, последняя – замена мечты на лендинге с формочками. На самом деле, если вы тщеславны, если вы хотите добиться успеха, вы должны делать продукт, который порвет всех нафиг. Если вы не делаете продукт, который порвет всех нафиг, если вы не делаете продукт, который может стать лидером рынка, с помощью лин-методологии вы вполне успешно можете научиться строить ларьки с шаурмой. Не вопрос. В основном, к сожалению, многие люди после того, как начинают, ну как старый анекдот, письмо в журнал «Здоровье». Здравствуйте, я прочитал в вашем журнале об анонизме, решил попробовать. Напишите, как избавиться. Проблема с лином ровно такая же. Люди, которые начинают им пользоваться через некоторое время, весь мир окружающий и все изначальные мечты по поводу того, что вы делаете, начинают суживаться до вот этого процесса по переставлению кнопочек. Повторяю еще раз. Если вы хотите добиться успеха, вы должны в первую очередь придумать большую, хорошую, красивую идею. Эта идея может базироваться только на трех вещах. Вы будете делать не то, что другие. Вы будете продавать это не так, как другие. Вы будете продавать это не тем, кому продают все другие. Вам достаточно реализовать хотя бы одно не так. И как раз всю силу лина, всю силу лин-методологии вы должны, собственно, направить на проверку, а будет ли работать вот это не так. Потому что вот так известно, что работает. Но только вот на этом так вы не заработаете никаких денег. Потому что на этом рынке так делают еще сотни других. И эта сотня других уже подняла в результате аукционов и конкуренции стоимость привлечения покупателя до максимума. Уже убила свою маржу до минимума. Все, ничего большого и крупного. Подходом так же, как другие и сужением, зашориванием чисто на лин-инструментарии вы ничего не добьетесь. Умеете сначала придумать большую, великую мысль, в которой есть хотя бы одно не так. И с помощью лина попытаться проверить. Резюме. Первое. Если вы будете делать проект, не используя лин-методологию вообще, скорее всего, вы построите звездолет, который никуда не полетит. При этом потратите на него кучу времени и денег. Второе. Если вы будете реализовывать, применять лин-нет так, то вы на самом деле потеряете 90% денег, которые вы могли бы заработать, если бы вы применяли его так. Например, итерируя по продуктам вместо итерирования по лендингам. Третье. Если вы забудете про то, что вы хотите сделать большую вещь, вы станете ударником капиталистического труда по строительству ларьков с шаурмой. И даже будете зарабатывать на них копеечку. Пока не придет тот человек, который начнет доставлять шаурму дронами и не убьет вас нахрен. Поэтому суровая статистика говорит нам, из тысячи людей, в лучшем случае, из тысячи людей, начинающих делать свой проект, в лучшем случае только один добьется действительно настоящего успеха. Поэтому вот из тех, будем считать, что у вас тысячи здесь, которые сидят здесь, статистика говорит нам, что добьется реального успеха только один. Поэтому посмотрите внутрь себя и подумайте, это будете вы или ваш сосед по залу. Все. Спасибо. Продолжение следует...